Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своим мнением об очередной закончившейся у меня косметике. Если вам интересно узнать, что же это было и каково мое мнение об этих продуктах, оставайтесь со мной. За эти, не помню, полтора-два месяца у меня вот накопился вот такой вот пакет здесь. Так что давайте приступать. Так, первое, что мне попадается, это очередной баллон, бутылка, бутылок термальной водички от бренда Avene. Я уже неоднократно вам о ней рассказывала, покупаю Avene именно потому, что они мне вечно попадаются по какой-то акции или скидке, поэтому другую водичку не пробовала, эту люблю. Единственный, конечно, косяк, что меня любит малой или мужик, я вам уже рассказывала, взять и вот так вот потрясти, поэтому до конца мы добиваем крайне редко и все время что-то остается на дне, поскольку давление исчезает, выходит, выветривается, в общем. И еще водичку никогда мы не можем использовать до конца, поэтому, девчонки, как бы есть такая дурная привычка, не трусите эти баллоны. Использую, как обычно, чаще всего под кремчик, под сыворотку для того, чтобы увеличить увлажнение. Также использую для деток для того, чтобы убрать какое-то раздражение. Очень сильно в этом помогает. Люблю, всегда покупаю, поэтому от меня лайк. Следующий бутылек, это вот такой вот сухой шампунь от бренда Батист, от очень детного бренда Всем. С Батистом я хотела познакомиться, ну, крайне давно и очень сильно, и безумно этому обрадовалась. У меня этот сухой шампунь именно для брюнеток, сразу скажу вам о минусах. Минус для меня в этом конкретно шампуне только один. Он одновременно вроде бы плюс, но и минус. Это то, что шампунь здесь как бы не белого цвета, а вот для брюнеток он идет такого темно-коричневого цвета. Однозначно это плюс для очень темных девочек, которых вот будет сильно видно вот эту именно припыленность, которые не могут ее потом расчесать или как-то убрать, вот белый этот именно шампунь. То здесь, конечно, с этим будет гораздо проще. Но хочу вам сказать, что этот шампунь, он не просто вот он как-то впечатывается в волосы, а он потом остается просто постоянно на руках. То есть, если у вас есть какая-то привычка вот так вот провести по волосам, или вот здесь вот что-то как-то поправить, то потом вам нужно вот обязательно почистить ваши ручки влажными салфетками. Потому что на руках, ну, это сразу же остается этот красящий пигмент. И очень часто я про него забывала. Вот здесь вот так вот поправила волосы, здесь вот что-то тоже поправила. И потом хожу вот здесь черное, либо вот здесь вот эта вот часть тоже прилицевая, скажем так. Поэтому в этом плане для меня это минус. И я хочу обязательно взять следующий батис попробовать, но уже не для брюнеток. Хочу попробовать какой-нибудь классический, там вот с тропическими фруктами, знаю, очень хвалят, или цветочками, в общем, чем-то таким. Сам по себе захожим будет мне этот очень понравился, но именно для брюнеток надо быть крайне-крайне осторожным. Следующий, а мне подошел к концу вот такой вот гель для душа от бренда Alp Stories. Я этот гель не могла не любить по той причине, что он с запахом лаванды. Девочки-фанатки лаванды, вот именно у Alp Stories, вот у этой вот серии, не знаю, у них самый верный запах лаванды, вот именно лавандовой лаванды. Я очень много в таких брендах обжигалась, и вообще попадался совершенно тот запах, что здесь лаванда очень сладкая, очень приятная. Она не отдает вот какими-то, знаете, многих ассоциаций, средствами от моли или там еще каких-нибудь клопов, не знаю. Здесь лаванда очень вкусная, очень сладкая, очень такая какая-то сливочная. В общем, я обожаю, поскольку здесь очень много натуральных веществ, поэтому я не могу сказать, что он прям сумасшедше как-то мылился, вот, например, как Bessin Body Works, который полностью химозный, там они очень хорошо мылятся. То есть здесь все-таки немножко не такая активная была пена, но тем не менее все равно отлично мыло, отлично отмывало, супер вещь и просто запах, ну, он сказочный. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот лосьон для тела от Bessin Body Works. У меня здесь был с запахом лилий. Запах, скажу, такой был очень легкий, очень такой какой-то мыльно-цветокий, в общем, я люблю очень сладкие ароматы, но хотя сладкие ароматы, они могут очень быстро надоедать, то здесь очень легкий, приятный запах. У лосьона была очень легкая такая текстура, с лекарно-лубоватым цветом. Если у вас, давайте, сильно сухая кожа, то этого вам будет однозначно мало. Если же у вас кожа нормально, чуть-чуть в таком сухом состоянии, то увлажнение вам будет более чем достаточно. Ощущение на кожу очень приятное, очень быстро впитывается, не оставляет ни жирной, ни липкой пленки, оставляет у себя только очень легкий, это приятный аромат. У других лосьонов, у которых более такие яркие запахи, у них запахи остаются более такие, соответственно, яркие, то здесь запах очень легкий, приятный, классная вещь. Хватает очень надолго ее, потому что мне действительно хватило буквально на лекарно-пактически на год. Она чуть меньше, но, признаюсь, я, конечно, так часто ей пользуюсь. Нужно совсем-совсем маленькую капельку, чтобы буквально нанести на руки, то есть очень хорошо распределяется, очень экономичный, классная вещь. Покупаю чаще всего по акции на Бейсболерс, когда вы берете 3, 3 получаете бесплатно. Очень получается выгодно, и поэтому у меня не постоянно есть в наличии. Еще одной пустой баночкой от бренда Альпсторис стала вот такой вот крем для рук, опять-таки запахом лаванды. Отличный крем, вообще претензий к нему никаких нет, единственное, я не совсем поняла вот такую вот упаковочку, потому что она довольно-таки большая, но крем объемом 50 мл. То есть изначально здесь было, наверное, ну, где-то половина банки. Зачем делать такую вот большую, не знаю, может, чтобы она выглядела более эффектно. Потрясающий, опять-таки, запах. Очень упитывается, на коже совершенно не остается никаких неприятных впечатлений, остается тоже очень приятный аромат. Я всегда, когда пользовалась этим приемом, слышала от мужа, что это приятно пахнет. Поэтому, однозначно, это для меня огромный плюс. Единственное, тоже, опять-таки, скажу, что этот крем скорее для кожи, для вот нормальной кожи, для очень сухой, либо вот возрастной, скорее всего, будет мало. Безумно мне понравилось, однозначно, при возможности, буду его повторять. Следующее, это продукты, так сказать, по уходу, с артовой полостью. Начнем с инцидин. С инцидин я всегда беру, когда использую зубные обеливающие полоски, тогда я использую вот эту вот от чувствительности повышенной. Не знаю, почему именно это, в рекламе везде говорили, что помогает бороться. Ну, значит, надо брать. Отличная зубная паста, мне нравится, как она освежает рот, отличные ощущения после нее. Не знаю, помогает ли она снижать чувствительность, потому что, ну, я когда начинаю пользоваться полосками, я сразу начинаю пользоваться ей. Не могу сказать, как было бы без нее. В этом случае я считаю, что лучше взять зубную пасту и не париться. И вторая зубная паста, которая у меня закончилась, которую, вот если вы видите, я уже тут выжимала, выкручивала. Это от бренда Крест, отбеливающая из серии Glamour's White. Собственно, Glamour's White я использую и в полоске Креста. Минус в этой пасте только один, я заметил. Это то, что здесь довольно-таки маленький объем. Здесь 116 грамм, не указано, сколько миллилитров, потому что здесь 75, и эта зубная паста у меня была очень долгой. Вот это вот при использовании Glamour's Muge, и не буду кривить душой при экономном использовании, то есть я вот брала действительно, как вот надо играть. И только на целую зубную щетку наносишь, а вот там вот по горошинке, то нам хватило, ну, может, на месяц, силы-полтора. Дни и того, они такие агрессивные, агрессивные, отбеливающие вот эти вот компоненты, поэтому я видела результат на своих зубах. Они были действительно, становились светлее. Эта зубная паста потрясающе помогала поддерживать результат отбеливания. Поэтому люблю, пользуюсь, обязательно буду повторять, у меня сейчас есть. И хочу обратить ваше внимание, то, что на Target эти зубные пасты идут в комплекте две штучки, они стоят 7 долларов. При том, как я вам рассказывала, что лично у нас в Украине я находила дешевле всего данную пасту за где-то 10 долларов за одну штучку. И несмотря на то, что мы их надо будет доставлять морям, в данном случае, то все равно очень выгодно заказывать их из Америки. Я их просто полюбила, заобожала. И обязательно буду еще повторять. И буду еще пробовать другие серии этих крестовских, потому что, ну, их очень большое количество. Следующее, что будет, здесь вагонная маленькая тележка продуктов по уходу за волосами. Очень много чего у меня подошло к концу. Первое, чем хочу рассказать, это вот такая вот миниатюрка средства по уходу за волосами. Одновременно это и термозащита, и ухаживающий спрей, и вот этот увлажняющий. В общем, здесь целых 12. Называется бренд 12 Benefits. Здесь есть сохранность цвета. И, в общем, все, что вам угодно в одном флаконе, так называемом. Мне попалась эта миниатюрка в бирчбоксе. Осталась безумно довольна. Очень приятный аромат. Прекрасно выполняет свою именно термозащитную функцию. На волосах не остается, не знаю, никакой ни липкости, ни жирности, ни спаржи. Не висит эта волоса вся непонятными сосульками. Очень классная вещь. У меня еще есть несколько. И, видно, девчонки продают, я их тоже себе покупаю с запасом. Потому что, ну, классная штучка. И действительно здесь 45 миллилитров... И эти 45 миллилитров мне хватило, ну, наверное, на месяц нерегулярного использования. Я использую ее только, когда сушу голову феном. А голову феном я сушу не так часто. Поэтому, да, где-то на месяц, а то и, может быть, на полтора-два. Мне точно ее хватило. Очень классная штука. Следующее, что у меня закончилось, наконец-то, возможно, даже, это вот такое вот масло от бренда Macadamia Naturals Oil. Это первое масло в моей жизни. Это первое масло, не просто, от которого я и видела результат. И это, так сказать, первый бренд профессиональный по уходу за моими волосами. И для меня это было счастье. Это реально помогло моим волосам. Я восстановила свои волосы с этим маслом. Я улучшила их состояние, улучшила их внешний вид. Я просто, ну, я не знаю, я обожаю это масло. Оно у меня было, ну, наверное, года-два, так точно. А то, может быть, даже и больше. При том, что я делаю отсюда отливанты. Ну, то есть, 2 или 3 раза по 10 мл отливала. Всего было 125, ну, то есть, очень экономное. В данный момент его повторять не буду, по той причине, что оно сейчас для меня стало, ну, слишком все-таки. То есть, это масло вам навряд ли подойдет, если у вас волос в нормальном или хорошем состоянии. Оно будет для вас несколько, я думаю, все-таки тяжелым. Хотя, поначалу мне казалось, он совершенно тяжелым и совершенно, вот, именно то, что надо. То все-таки сейчас я его считаю несколько тяжеловатым. Масло довольно-таки жирное, довольно-таки густое, такое тягучее. Оно очень экономное, ну, прям, ну, действительно. У него просто великолепная отдушка, которая, опять-таки, на любителя. Знаю, что есть девочки, которые не любят. Но здесь такой тяжелый, тепкий, сладкий такой восточный аромат. Ну, я вот сейчас вот вдыхаю и просто, это, ну, очень классный запах. Очень удобное использование, вот, с помпой. Вам не нужно ни переворачивать, ни крутить, ни откручивать, ничего. Разнажали, и вам этого хватает. Можно наносить на ночь. После мытья головы я наносила на кончики волос. Либо же после сушки, дабы придать блеска, то это, ну, ну, это просто, мой был мастхэп. Следующим, я закончусь, опять-таки, наверное, это миниатюрка. Травлсайз, вот такой вот термозащиты от Керастаз. В кремовом формате. Очень, опять-таки, экономное средство. Чуть-чуть наносите на ручки, распределяете по волосам. Волосы прекрасно пахнут, волосы мягкие, волосы хорошо сохраняет. Совершенно не ощущается на волосах термозащита из серии дисциплина, или вот линия, как она там правильно называется. Прекрасная вещь, безумно мне понравилась. При возможности буду повторять, потому что, ну, как-то вообще с продукцией от Керастаза у меня складывается любовь. И подтверждением этого, если у меня закончилась вот такая вот маска, я покупала ее у девочки, она была у меня не полная. Здесь, по-моему, покупала ее 300 мл. Но я эту маску растягивала как только могла. Это на данный момент лучшая маска в моей жизни, которая попадалась моим волосам. До этого я очень сильно любила маску от, опять-таки, Макадамия Нейчал Оил, но под конец, даже не под конец, использовав где-то 2 трети, она перестала давать тот результат, который я любила, за который она мне нравилась. То вот эта вот маска, я тут смазала ее вот до самого-самого последнего. Уже когда здесь оставалось совсем чуть-чуть, я уже прям туда волосы засовывала и вымазюкивала как могла. Я наносила эту маску где-то, наверное, раз или два раза в месяц на подсушенное полотенце в волосы, где-то на 15 минут, и результат был, но он просто невероятный. Еще в данный момент, не после одного продукта, не после одной маски, мои волосы не были настолько мягкие, настолько шелковистые, настолько распутанные. Ну, вам просто не передать мою любовь к этому средству. Но вообще безумно хотела бы попробовать другие вообще маски этого бренда. Не будет цена такая кусючая, потому что знаю, что опять-таки для многих девчонок эта серия оказывается довольно-таки тяжелой и как-то перегружает волосы. То, что моими волосами такого не было, и для меня это просто что-то нереальное. И последнее, что у меня здесь осталось, это продукты для лица. Итак, первый из них это вот такой вот флюид от бренда Кадали. Это просто обалденная вещь. Флюид здесь имеет SPF 20, как бы для городских жительниц очень полезная вещь. Я наносила его как основа под макияж, как самостоятельный крем, как просто вот когда вот чувствовала, что какие-то неприятные ощущения по коже есть, хочется чем-то увлажниться. Я вот использовала этот флюид, он безумно экономный. Но вот я использовала этот флюид, он мне попался, по-моему, еще в прошлом году в каком-то бьюти-боксе. И вот буквально только недавно закончился. Очень удобный формат, уже только без крышечки. В общем, такая пимпочка. Выдавливаешь. Но действительно, она была очень мало, его отлично распределялся. Кожу поддерживал в хорошем состоянии. Никогда у меня ни с чем не конфликтовал. Классная вещь. И последняя, пустая паночка на сегодня. Это вот такой вот скраб от бренда Vasanti, который опять-таки попался мне еще в прошлом августе в бьюти-боксе и только вот закончился. Ну, скажу вам так, впечатление по этому скрабу весьма неоднозначное. Когда я впервые его попробовал, мне показалось, что, ну, это просто какая-то жесть. Потому что он очень-очень густой. Эти скрабирующие частички царапучие, я бы сказала. И первый раз, когда я его попробовала, мне показалось, что это чертовски больно. Вот действительно, мне никогда не было так больно скрабировать лицо, как вот с этим скрабом. Но со временем я привыкла. То есть, хочу сказать, если у вас довольно-таки чувствительная и нежная кожа, то это вам явно не друг и не товарищ. И вам с этим средством не по пути. Потому что, ну, он очень прям, очень такой скрабирующий. И, знаете, мне поначалу казалось, что вроде здесь какая-то стеклянная крошка, и вы так вот прям натираете. Но со временем я привыкла, я втянулась, я его брала совсем-совсем мало за счет своей густоты. Но прям мне его много не нужно было. Но кожа, как после этого скраба, не была, наверное, как не после какого скраба, была, так сказать, очищенной, проскрабированной. Я безумно довольна этой штукой. Очень частый гость в американских бьюти-боксах. Ну, вот прям очень часто. И у меня сейчас еще стоит, по-моему, две или три баночки таких. Поэтому еще, можно сказать, на пару лет я ими обеспечена. И если вы вот ищите действительно такой грубый скраб, то обратите на него свое внимание. Его, кстати, я видела много у кого перепродажников, девчонки, которые заказывают боксы к нам, потом продают их частично. То я много у кого такие штучки видела. Присмотритесь, возможно, вам подойдет. Что ж, на этом все. Вот такой вот была косметика, которая закончилась у меня в этот раз. Здесь совершенно не оказалось никакой декоративной косметики, но потому что декоративную закончить косметику, мне кажется, очень сложно. Поэтому у меня декоративка чаще всего бывает в покупках, а вот в пустых баночках в основном какая-то уходовая косметика. Но есть у меня некоторые косметические средства, которые подходят к своему логическому завершению. Я прям даже стараюсь максимально этому помочь. Поэтому в следующем видео, возможно, будет даже декоративка. Что ж, на этом все. Спасибо всем огромное, кто посмотрел это видео. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok